Планшеты для обработки заявок мастерам и видеонаблюдения за качеством безопасности выполнения работ. Поднять производительность на 25% для теплоэнерго стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Многие бизнес-процессы были перестроены, начиная от выполнения аварийно-ремонтных работ, заканчивая плановыми работами, перестройкой бизнес-процессов внутри компании. Они, конечно же, о себе дали знать. Мы увидели существенное повышение производительности труда, например, одной только аварийно-ремонтной службы на 28%. Существенно сокращено время протекания процесса. В программу теплоэнерго вступило в 2019 году. За это время с помощью автоматизации многих процессов, например, обработки заявок от потребителей, сократилось время направления бригад на выполнение работ. Людей компьютеры заменить не смогли, но облегчили жизнь точно. Люди самые главные и основная ценность компании. Мы стараемся все-таки персонал, свой персонал действующий сохранить, переобучить, где-то повысить его квалификацию. Название проекта говорит само за себя. Добившись первых успехов, теплоэнерго не планирует останавливаться на достигнутых результатах. Это очень позитивный проект. Мы занимались улучшениями именно аварийно-диспетчерской службы, потому что это самый чувствительный отрасль и один из главных бизнес-процессов. Он чувствительный с точки зрения потребителя. Проект повышения производительности труда реализуется по всей стране для поддержки промышленности несырьевых отраслей. Нижегородская область на данный момент на первом месте по количеству предприятий, вступивших в программу. Более 150 организаций региона, перенимая опыт улучшек, готовы и сами им поделиться. Именно поэтому в рамках недельного визита делегация из Белоруссии приехала в Нижний Новгород. Мы для себя из этой поездки привезем достаточно много материала, которые мы будем планировать в ближайшее время внедрять, в том числе с Федеральным центром компетенции. Здравый подход, желание коллектива и главное руководство, они могут дать весьма большой эффект в короткие сроки. Для теплоэнерго такой визитный интерес к проектам предприятия далеко не первый. Например, этим летом компания участвовала в Федеральном форуме «Производительность-360», где встречалась и обменивалась опытом с представителями из разных регионов. Дарья Аксенова, Николай Прохоров, Время новостей.